Центральная избирательная комиссия зарегистрировала списки кандидатов в депутаты Мажелиса от всех семи партий, которые намерены участвовать в выборах. Последними, кто получил подтверждающие это документы, сегодня стали Аманаты Республика. Между тем, одно из политобъединений несколько изменило перечень претендентов на места в Нижней Палате. Какая из партий сохранила полный состав, а чья команда уменьшилась, расскажет Анна Абрамова. Сегодня в Центре избиркоме зарегистрировали списки кандидатов в депутаты Нижней Палаты парламента от еще двух партий. Аманата, который представлен на политической арене дольше всех других политобъединений и республики. Самый молодой из всех вступающих в эту электоральную гонку. Представлять Аманат на заседании ЦИКа пришли как новички, только начинающие свою политическую карьеру, так и уже известные избирателям люди, имеющие опыт работы в Мажелисе. И судя по тому, что на предстоящие выборы от этого политобъединения только по партийным спискам пойдут 90 человек, амбиции у аманатовцев не меньше, чем уважение и солидарность к своим коллегам по партии. Командный дух сплотил их настолько, что отвечать на вопросы журналистов они вышли всемиром. У нас не один лидер, мы партия, которая объединяет лидеров. Поэтому мы все вместе и вышли сюда, чтобы отвечать на ваши вопросы. Ельнур Бесинбаев на вопрос о том, кого аманатовцы, которые на прошлых выборах, будучи еще нуратановцами, собрали больше 70% голосов казахстанцев, считают своими реальными конкурентами в этой электоральной кампании, ответил все партии, которые зарегистрировал ЦИК. Кстати, последней стала республика. Но если в партийном списке аманата как было, так и осталось 90 человек, то двое республиканцев заявили о самоотводе. Причины объяснил председатель самого молодого политобъединения. Нет никакой политической причины в этом. Поговорив и посоветовавшись со своей семьей, я так предполагаю, возможно, их супруги на это повлияли, они оказались не готовы к переезду в Астану, поэтому они решили не участвовать на выборах. Без Дархана Иманашева и Олжаса Султанова, которые решили не вступать в выборную гонку, в партийном списке от республики в итоге осталось 23 человека. Таким образом, состязаться в нынешней предвыборной борьбе будут семь партий. Три из них, Аманат, Ахжол и Народная партия Казахстана, уже имели свои фракции в прошлом созыве Мажелиса. А Олбайтак, ОСДП и Республика могут впервые занять места в Нижней палате парламента. Анна Абрамова, Айбол Садов, Улагат Мергалиев, Столичное бюро КТК.